Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, чтобы высажена рассада томатов быстро пошла в рост после посадки, что необходимо предпринять. Потому что томаты высаживают многие, и картина довольно многим знакомая. Хорошая рассада, которая на подоконнике прама так светилась здоровьем, будучи высажена в грунт, уже начинает как бы чахнуть. Чахнуть становится не очень такой красивой. Что необходимо предпринять, чтобы наши помидоры перенесли безболезненно пересадку в открытый грунт или в теплицу, смотря в каких условиях вы их высаживаете. Ну, во-первых, необходимо напомнить, что наши томаты или помидоры, кто их называет, кому как более удобно, значит, они попадают в условия комфорта, то есть высокая температура, тепло, они попадают в более прохладные условия. Грунт более холодный, грунт влажный, это неважно, будь то теплица, будь то улица, но условия отличаются. Для того, чтобы эти наши помидоры не заметили, что мы их переселили с одной площади в другую, нам их необходимо подготовить. Самое первое, что необходимо подготовить, значит, до высадки наши помидоры необходимо обработать препаратами антистрессовыми. Чаще всего, и самый доступный препарат, это, конечно, эпин. Раствораем эпин, и где-то за 2-3 дня до высадки наши помидоры, мы такой вот пульверизаторчик, как мы обильно-обильно сбрыскиваем эпином. За 2-3 дня образуется иммунитет, и наша рассада проживется гораздо лучше. Смотрите, мы высаживаем рассаду, значит, что получается, высаживаем рассаду, значит, в нашем почвогрунте, который есть, неважно, будь то теплица или на улице, могут быть много микроорганизмов, причем даже вредных, вредных микробов, которые начинают нападать на корневую систему наших помидор. Ну, стоя как бы не соответствует, потому что грунт как бы более прохладный, вот, чем они привыкли, и поэтому нападают. Для того, чтобы не было этих нападений, значит, нашу почву необходимо дезинфицировать. Значит, что самое простое дезинфицировать? Это зола. Обычная зола. Берем в золу вот самую, и в эти луновки, где будем высаживать помидоры, просто-напросто мы ее так перемешиваем, перемешиваем, высаживаем помидоры. Ну, есть очень хорошие другие способы, как бы они микробиологические. Значит, мы можем наши помидоры сразу же после посадки сделать раствор микробов. Значит, что необходимо делать с микробов? Самые эффективные, конечно, способы, не один, а два. Мы берем микоризу, это корень, ну, гриб, который питает наше растение, и берем триходерму. Триходерма дезинфицирует нашу почву, а микориза, значит, заставляет микробы почвенные работать скорее, поставлять питание нашей рассаде. Если у вас нету этих препаратов, значит, можно взять споробактерин, рассада, такой на 5 литров воды, и добавить такую триходерму. Но я замечу, видите, тут фасовочки маленькие по 20 грамм, вот, а тут фасовочка 100 грамм, конечно, гораздо больше. При работе с препаратами необходимо помнить, что эти препараты необходимо разбудить, потому что мы как вносим, и осуществляем эффекты. А как разбудить? Это делается очень просто. 100 грамм новую румочку сахара на 10 литров воды. Растворили, теплая водичка, обязательно теплая, градусов этого 35-40 градусов, растворили этот сахар, размешали, и после этого, по инструкции, мы добавляем микробы. Добавили микробы, и они у нас с полчаса должны постоять. То есть они, сахар будет выступать, как в химии называется, катализатором, ускорителем процессов. Наши микробы начинают пробуждаться, освобождаться. Поэтому, потом фасаду мы посадили и поливаем микробиологическими препаратами. Из расчета 100 грамм на одно растение. Эта доза небольшая, и поливаем именно вот так, вокруг стебля. Вокруг стебля эти 100 грамм выливаем. Значит, микробы попадают в почву, начинают активно работать. Поэтому наши томаты, вы просто удивитесь, что они, будучи пересаженными, уже на второй день они стоят бодрыми, буквально через неделю, и уже можно кормить смело. Они уже идут в рост. Они все дружно идут в рост. Они безболезненно переносят пересадку. Так что, воспользуйтесь. Эти способы очень интересные. Это такие, ну, и природные способы. И они вам очень помогут, чтобы ваша рассада проживалась очень быстро. Кстати, эти способы помогут вам не только на помидорах, но они также будут и на перцах, и на баклажанах, и других растениях. Даже на любой рассаде. Даже на те же, и салаты, и любая рассада проживется гораздо лучше, если вы обработаете ваши растения по этой схеме, что я вам рассказал. Так что, пользуйтесь, ставьте свои лайки. До новых встреч. До свидания.